Итак, здравствуйте дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слово Об Играх, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами на вот этом великолепном автомобиле, мною горячо любимом, прошли достаточно днищенский чемпионат Type R Meeting, но тем не менее мы его все-таки прошли, потому что это надо было все равно сделать. Ну и в этой серии давайте мы с вами совершим реванш, реванш, матч-реванш, а именно пойдем в чемпионат европейских тачек, в Еврокубок, где мы уже с вами благополучно слились один раз на Мерседесе. Ну и так как некоторые из вас не очень любят, когда я на одной тачке езжу несколько чемпионатов, хотя в принципе самому мне это никак не мешает, я думаю, что это вполне себе нормальная вещь. Ну так и быть, пойду у вас на поводу сегодня, и мы с вами пойдем и купим какую-нибудь новую тачку. Что же, вперед, погнали! Покупать, пойдем шопиться, делать настоящие мужицкие покупки. Выбор достаточно большой, вроде бы на первый взгляд, европейских машин по странам, но в принципе я так подумал и немцев мы брать не будем, потому что их уже и так достаточно много было и выбор там не очень велик. Я вот как-то на англичан засматриваюсь, и вот думаю, либо купить ягуарчик, вот этот вот. 369 лошадей, 1600 килограмм, черт возьми, он такой пузатый, он больше полутора тонн весит, кошмар. Вот, ягуарчик, значит, такой, но он очень толстый. Либо, короче, купить лотус, вот, только не элайз, боже упаси. А, лотус эсприт. Лотус эсприт, который у нас немного слабее, но весит гораздо, гораздо меньше. А, он у нас V8, среднемоторный, а значит, развесовка будет у него достаточно хорошая. В общем, это я сам себя, типа, такое уговариваю. Короче, единственное, плохо, что у него что-то цвет только один, серебристо-грязный какой-то. Но, тем не менее, давайте возьмем его. Давайте прикупим эсприт. И тогда посмотрим, что он сможет нам показать, какие данные. Сначала мы, естественно, зальем ему маслица, так как в магазине он, скорее всего, вообще пустой стоял. Маслица залили, было у нас 349 лошадей. Сейчас посмотрим, сколько стало. Так. Ну-ка. Стало 359. 10 лошадей добавили. Ну, давайте ему еще компуктер купим. Компуктер. Ай, седьмой какой-нибудь прокачанный, хороший такой. А лучше нет, лучше AMD Ryzen. Да? Восьмиядреный. Так, это нам дает с вами еще 11 лошадей. Ну и... Не знаю, наверное, хватит что ли пока. Так. Естественно, его надо облегчить. Так. Хорошо. А, покрышки. Само собой. Так, проверенный медиум. Отличная резина. Соотношение цена-качество. Держак на трассе у нее шикарный. Так. Ну и в общем... В общем, в общем. Наверное, пока хватит. Сейчас мы с вами зайдем в чемпионат в этот. Вот в такой конфигурации. И посмотрим, что с нами станет. Что с нами, что с ними станет. Если мы будем слабенькими... А такое вполне может быть. Так, куда я пошел? Где-то в начале у нас. Так. Вот, смотрим. У нас было... Две победы. И аж три третьих места. И в итоге мы все это дело благополучно просрали. И заняли, по-моему, второе место. Так. Ну что? Сколько нам тут за победу будет давать? Эээ... 7500. Маловато. Маловато будет, но... Ладно, что же делать. Ну, погнали, ладно. Ничего, долго рассусоливать. Там и позырим. Разведка боя. Что мы будем... Из себя представлять. Здесь Лотус и Лайз. Это король и царь. А дальше... Ох ты, смотрите-ка. ЦЛК 55-й здесь. Именно тот, на котором мы тут пыхтели. Лайз. Все остальное. В принципе, я так погляжу. Нам не соперник, скорее всего, будет. Тоже. Чемпионат одной тачки. Поделюсь с вами одной тут... Одним секретиком. Ну как, не секретиком, а просто... Моим затупом. На самом деле, короче, я этот чемпионат второй раз записываю. Ну, в смысле, не второй раз, что мы сейчас перезаезд делаем. А уже перезаезд делаю второй раз. Все записал. Все было круто и замечательно. Но потом, когда я выключил записи, включил видос, который получился, смотрю, а там нету тупо видео. Видео. Звука нету. Звук с игры есть, а все, что я там болтал, не записалось. Потому что я не тот микрофон в настройках выставил. Ну, точнее, я его не поменял. Был поставлен совсем не тот. Короче, это перезапись. Будь она неладна. К сожалению, вот. Не буду вам говорить, как там случилось в той серии. Это останется тайной. Покрытой пылью, мраком, ошметками резины. Соплями, слюнями, слезами. Всем чем угодно. Ладно, поехали. Что-то будет сейчас. Конфигурация абсолютно такая же. Лотуса, если на то пошло. Я ничего больше не менял. Как был тогда лотус, так он есть и сейчас. По ем тому. Погнали. Так, Элайз. Элайз, блин. Соперник он, черт возьми, грозный. И когда мы ехали с вами здесь на Мерседесе, Мерседес-то у нас был прокачанный, ну, может быть, не гораздо сильнее, но он был у нас и мощнее, если я не ошибаюсь. И он же был еще и легче, по-моему, и больше прокачан на механику. Поэтому с этим лотусом у нас гандикап. Так, ты куда, пацанчик? Так, что-то я зазевался. Парень очень шустрый. Опа. Ага. Сложновато, да, этой бестией управлять? А вот так вот. Уж я-то знаю. Не-не-не, иди в пень. Не дам. Один раз можно траекторию поменять. Вот назойливая муха. Ирландская. Английская. Но это, по сути, сражается между собой один концерн. Одна модель против другой. Кому же дадут больше финансирования? Разработчикам Эсприта или Лайза? Вот мы и посмотрим на финише чемпионата. А то, может, мы сейчас возьмем и сольем все... Ну, вон, Пежохе 206. Или Мерину. И нас обоих прикроют. Так. На длинной прямой накатывает собака. Накатывает. Ох, как он там шуршит резиной позади. Сумасшедший псих. О-о-о-о. А как он хотел? Выбрал одну из самых... Сложных в управлении машины. Хочет легко победить, что ли? Не получится, товарищ. Товарищ, так это не делается в нашем спорте. Так. Не, ну первая гонка... Вроде бы, если сейчас не затупим, достаточно легко дается. Но. Я прошу вспомнить. Так сказать, напоминаю вам, что мы только что смотрели, и у нас и на Мерседесе было первые две победы. А потом мы благополучно три гонки подряд слили. И это несмотря что Мерин был, в общем-то... Он единственное был тяжелее. Насколько я помню. Он с двумя стадиями облегчения, по-моему, был даже потяжелее, чем у нас сейчас Лотус. Но по всем остальным показателям, я думаю, он был круче. А, ну и двигло у него было, конечно. Спереди. Здесь развесовка. Помогает. Может, поэтому мы тащим, даже несмотря на то, что мы слабее, чем Мерин. Ладно. Это все цветочки, я же говорю. Рим мы и так выигрывали. DB7. Ну, все очень далеко. Вот Элайс в трех секундах, смотрите, все остальные совсем далеко. Они не соперники. Так что, да, здесь опять же идет прокачка, считай, под одного соперника. Но их может быть и два здесь. Нет, нет, нет. Continue. Здесь же еще Vuxhall гоняет. Но сейчас его нет. Так. Едем дальше. Так, что за вторая там трасса у нас будет? Ага, R5. R5. Этот, зараза, с пола все время стартует. Ладно, мне к валу мы ехать не будем. Так, это что у нас Мерин? Это Теха! Он разгоняется неплохо, кстати, Мерин. Так, надо поскорее выйти за спину Мелайзу. И давать ему пространство. Управляется, кстати, вот в такой конфигурации Лотус достаточно странно. Это сравнимо немножко с тем, что было у нас в Type-R митинг. Когда с NSX мы поснимали все, кроме резины, да. Помните, я тоже говорил, что управление стало каким-то непонятно инертным. Что-то вот такое киселье, блин, образное. Вот и Лайз сейчас. Ой, Лайз! Ой, ой, ой. Вот это оговорочка. Упаси боже. Эсприт. Эсприт у нас, считай, прокачан только на резину. Стоят слики. И они вроде бы позволяют в поворотах и держаться, и разгоняться. С цепуха лучше. Но вот все остальные элементы еще этого не позволяют. Поэтому такой диссонанс в управлении. Подвески еще крены достаточно большие, поэтому в поворотах несет. Так, слушай, мужик, ты куда там понесся, а? Ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо. Ой! Что, тоже занесло, да? На вот. Так тебе. Думал, в сказку, что ли, попал, а? На Элайзе тут рассекать. Те еще везет, что тут трасса такая, городская, с этими, с отбойниками. Некуда вылетать. Второй раз причем уже везет. В Риме тоже некуда было вылетать особо. Так, ну что, давайте немножко поговорим, наверное, о новостях из мира Формулы А1. Так как их поднакопилось немножко. Ну и, собственно говоря, основная-то новость какая? Что стало известно, что состав Феррари все-таки изменится в следующем году. И Кими все-таки решил закончить карьеру. Точнее, за него решили, что ему пора заканчивать карьеру. И Феррари его не стали продлять. Печально, но это факт. Уже состоявшийся. Но, ого, ты че, с ума-то не сходи, мужик. Тем не менее, завершение карьеры было недолгим. И спустя буквально пару дней, а может и меньше, Кими вернулся. И вернулся в Заубер. Что ж такое-то? Мухи в шлеме летают. И щекотят нос. Заубер, короче, вернулся. И, не знаю, с этим связаны некие противоречивые, конечно, ощущения. С одной стороны, как болельщику, как фанату, мне радостно, чертовски, что он останется и будет еще нас радовать своим хладнокровием в Формуле-1. Но вот с другой стороны, то, что он как бы после Феррари, где пусть он и не боролся за титул, но всегда был на виду, всегда в числе первых. Вот, он переходит в Заубер, который даже с натяжкой его не назовешь топ-командой. Он в средней-то группе не лучшая машина и даже ни вторая, ни третья. В этом году они там в середине где-то блутыхаются, в середине средней группы. Вот, и как бы немножко не тот уровень. Хотя в Заубере он начинал, конечно, свою карьеру, Кимыч, кто помнит. Вот, те далекие-далекие времена. Но, тем не менее, даже тогда он был, по-моему, посильнее. Да не по-моему, а точно, они в том сезоне четвертое место заняли. Сейчас Заубер достаточно далек от этого. И, в принципе, сразу три команды, в общем, посильнее, чем они. И я не знаю, в следующем сезоне вряд ли что-то кардинально изменится. Поэтому... Ну, такое, как бы он не затерялся, черт возьми, на фоне остальных. Это как вот с Алонсо тоже было. Алонсо, когда выступал в Феррари, все было у него замечательно. Хоть он и не стал там ни разу чемпионом мира, но как бы ярко выступал, все о нем говорили и прочее. А сейчас о нем говорят только в связке, блин, с Маклареном и в тех новостях, где обсуждают, какой Макларен дно. Собственно, вот и он и уходит 4 года, пробултыхавшись в этом Макларене. Все 4 года никуда не едет, несмотря на то, что они и двигатель сменили, и все равно ни черта не меняется. В общем, днище полное. Полное. И сейчас вынужденно уходит. Потому что сражался бы Макларен где-то в передней группе с лидерами. Я не думаю, что Алонсо бы завершил карьеру. Так и Райканин сейчас уйдет в Заубер и там потеряется где-то. Надеюсь, что этого не будет. Надеюсь, конечно, что Заубер в следующем году что-нибудь совершит. Совершит такой прорыв какой-то и хотя бы они станут одними из лидеров в группе Б. Ну и второе это то, что там по сути-то произошел обмен между Заубером и Феррари. Леклер ушел из Заубера в Феррари, а Кимми из Феррари в Заубер. Интересно будет на Леклера глянуть на фоне Феттеля. Че он там сможет показать, че не сможет. Ну, вообще, как я считаю, что Леклерчику там скажут просто такие добрые и ласковые слова. Ну, типа на манер того, что, слушай, парень, ты талантливый, быстрый, молодой. Мы знаем, на че ты способен, как бы все тебя видели. Поэтому давай, как бы, понятно, будущее за тобой. Поэтому не переживай, все будет. Но пока ты поедь, вот, дай дорогу старшим, короче. Мы тебя потихонечку будем придерживать, при этом не гнобя и всячески там оправдывая, если ты будешь Феттелю сливать. Вот, а ты ему дашь спокойно выиграть свой там пятый титул. И первый для нас за многие-многие годы. Вот, поэтому я думаю, что особой борьбы с Феттелем ожидать, наверное, не стоит. Прямо такое колесо в колесо. Он будет... Вот как было с Массой в 2006 году в той же Феррари при Шумахере. То есть, да, все четко понимали, что Шумахер скоро уйдет. Масса это новое поколение. И то, что он ехал в том сезоне хуже Шумахера, это все было понятно. Но, тем не менее, были у него и яркие выступления. Несколько побед он одержал первых в карьере. Ну и как бы этого хватило. Он такой правоприемником оказался Шумахеровским. То, что там дальше было, это уже другая история. Но именно тот сезон вот был показатель. Что-то подобное сейчас должно быть, скорее всего, и с Леклером. Единственный вариант, по которому Леклер может стать первым номером Феррари в следующем году. Это если, допустим, он резко прям затащит начало сезона, а у Феттеля будет оно провальным по каким-то причинам. Ну, допустим, там техника будет подводить, сам что-нибудь будет тупить, как было и в этом сезоне, собственно. Вот тогда, да, может быть, тогда на Леклера сделают ставку. И то, наверное, будет до последнего Феттеля тащить. Вот. В общем, думаю, вот как-то так будут события развиваться. Ну, и, возможно, конечно, третий еще вариант, это когда Леклер не затащит вовсе. То есть, после Заубера, конечно, в Феррари прессинг будет гораздо более сильный, это не секрет. И справится ли молодой пацан с этим, будет на это как бы интересно посмотреть тоже. Вот. И, может быть, конечно, что он не сможет выдержать этого и сдуется, грубо говоря. Но, надеюсь, что такого не будет. Мне вообще Леклер приятен. Интересно будет за ним понаблюдать. Классно он, конечно, в дебютный свой сезон выступил. В Заубе регулярно тащит вонки. На себе. Даже на его фоне Эриксон прибавил. Ну, потому что понятно, что выступать гораздо хуже совсем уже. Ну, как-то стыдно. Поэтому даже Эриксон, блин, поехал в этом сезоне лучше. Но Леклер его все равно регулярно укатывает. Прикольно такой молодой. Молодой пацан. Тем более, еще прикольнее с той точки зрения становится за ним наблюдать, что он действительно очень похож на Бьенки. Ну, может, не прям очень, но сходство есть. Такое. О, ты куда? Ничего себе, что-то я затрындился. Эй, слышь, ты. Существо. Ничего себе. Мы тут про Леклера заговорили. И ты что, тоже воспрял духом? Леклер, видите, всех, во всех вселяет надежду на светлое будущее. Все начинают верить в себя и едут шустрее. Вот это, да, был номер какой. Ну, в общем, вот такие расклады. В общем, мне очень интересно будет за Шарлем наблюдать. Вот. И, в общем, посмотрим. В любом случае, Леклер, если он конкретно не провалится, а за ним будущее. Что тут говорить? То есть, через несколько лет именно Шарль будет с Максом Ферстапиным сражаться за титул. Вот, поэтому будем посмотреть. Ну, а Киме всяческих успехов в Заубере. Жалко, конечно, что он Монсу не выиграл. Ну, еще семь гонок до конца чемпионата. Может быть, еще сможет показать себя где-то и выиграть напоследок гоночку. В общем. Кто интересуется формулой, напишите в комментариях, что вы на этот счет думаете. Насчет Киме. В Заубере насчет Шарля. Насчет их борьбы с Феттелем. Так, ну что. Начало у нас лучше уже, чем было тогда. Мы и Гранд Волли затащили. Посмотрим, что у нас за четвертая трасса. Задел, в принципе, уже неплохой. 12 очков, но... Еще, в принципе... Так, это у нас Рим в обратку, да? Рим в обратку. Поехали. Рим в обратку это даже сложнее, чем если был Сиэтл в обратку. Потому что Сиэтл в обратку я худо-бедно выучил, пока мы на Камара с вами там гоняли. В чемпионате Американ... Блин. Не Американ, а... Старс и Страйбс. Так. Так, слушай, Лайз, спокойней давай. А у нас, кстати, когда мы на Мерине-то гоняли, у нас с вами два соперника было. Ой, блин, не надо здесь тормозить. Да что тебя-то кидает-то, ну, эти чертовы. Так, совсем все плохо. Блин, еще и DB7 меня сделал, охренеть. Ты совсем берега попутал, парень? Не-не-не-не-не-не, иди к ней, ё-моё, 5.6. Я говорю, блин, Рим этот в обратку, это что-то с чем-то. Серьезно, давно мы по нему не ездили. Как бы не со времен, вот как раз таки, когда мы намереннее здесь гонялись. 6,2, да ты что, издеваешься? Просто уезжает. А-а-а! Это какой-то кошмар, как будто как подменили. Что происходит, а? Так, вот здесь, да, вот здесь можно вообще, блин, без тормоза проходить этот поворот. Да, блин. Да ладно, 10 секунд, да откуда там такое, это? Что за хрень? 4 секунды на одном секторе отыграл? Не, ну блин, это днище, конечно, полное. Так, ладно, естественно, за круг, что тут какие-то надежды таить. Естественно, я 10 секунд не отыграю. Сейчас главное, блин, этих товарищей не пропустить. Кошмар. Что-то мне этот разгром напоминает как раз таки вот то, что мы сейчас вспомнили. То, что с Коброй и было. И те же самые проблемы. А грехи, блин, промахи в торможениях, в траекториях, потому что... Ну что, да, трасса досконально неизвестна. Забылись все уже эти мелкие нюансы. Тут бы сказать, конечно, что, ой, да это и сприт не тащит. Всего его козявит во все стороны. Это, ну нет. Машинка на самом деле классная. Ее вот качнуть, кстати, даже если не на лошадиные силы, не на мощность, а на механику, прокачать ей ходовку, прокачать ей коробку передач, с цепуху. Блин, шикарная машина была. Веса чуть-чуть еще сбавить. Так, ну что, Элайс немножко к нам приблизился, но тем не менее... Сколько он там нам? Восемь очков? Ой, шесть очков проигрывает. Ой, какие шесть? Что-то я вообще восемь. И последняя трасса осталась. Если там не какой-нибудь Сиэтл в обратку, то, в принципе, проиграть ему чемпионат будет достаточно проблематично. Вот. Не, а Исприт нормальная машина. Просто она сейчас так прокачана у нас. Как-то странно немножко. Ага, у нас тут Монако, Монте-Карло. Ну, тут может быть всякое, черт возьми. Элайс соперник такой, непредсказуемый. Но даже если он тут и выиграет, главное приехать позади него. Ну, естественно, будем биться за победу. Ах, как вы медленно стартуете все. А мы, по-моему, на Исприте где-то ездили в прохождении. Я сейчас, Мон, во второй части мы его где-то использовали. Я, блин, сейчас уже не помню, конечно. Да, очень давно это было. Когда мы там, вот, и три назад, наверное, мы уже проходили второе Гран-Туризм. Ай, блин. Или же... А, или в четвертой части мы вот на телемостах где-то вот его использовали. По-моему, что-то такое было. Было, он уже задействовал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот и приложились к этим бетонным, блин, отбойникам. Так, слышь, блин. Да что ты будешь делать? Подтаскивает, подтаскивает его, конечно. На торможениях. Интересно, сколько вот мощей у Элайза? Это при том, что он гораздо легче, чем мы. Он весит, скорее всего, меньше тонны. О, чувак, и тут у тебя проблемы, да? И опять же говорю, ты ни хрена не в сказке. Хэппи-энда тут для тебя не будет, скорее всего. Так, пора тебя обходить. Ать, не получилось. Ладно. Наскока не получилось. Не, это сейчас, это, должна быть победа престижа. Да что ты, блин, опять я уткнулся. Да ё-моё. Насчет этих бетонных плит мы там с вами уже разговаривали. Что их там красавцы поставили, конечно. Ни хера себе. Так, кстати. И тут еще Попов уже пару видосов выложил с Гран-при Сингапура, хотя еще как бы официальных заездов никаких не было. Но уже стало ясно, что Строл пока так же не перешел в команду своего папочки. И они до сих пор сиротки нам напарники. Ну и в Форс Индии как были окон с перцем, так они и есть. Так, слушай, Элайз, пора тебя дрюкать, последний круг, ё-моё. Ты что-то заигрался. О-о-о, и на старуху бывает проруха. Ха-ха, вот так вот. Два круга подряд мы с ним там вместе тупили. Я даже больше. А тут пацан перенервничал все-таки. Занесло, блин! Аккуратнее, аккуратнее, ё-моё, да чтоб тебя... Лотус, твою мать! Я же тебя только что хвалил! Пошел в пень, где ты там есть. О-о-о! Сорок шесть тысячных! Вот это он накатило! Я его вообще потерял из виду. Куда он там, с какой стороны меня обходить пытался. О-о-о-о! Да! Мощно! Финиш такой эпический получился. Фух! Ну ладно! Главная победа престижа есть! Как говорил великий, величайший просто гонщик всех времён и народов. Вин Дизель. Неважно, насколько ты обогнал. На Дюйм или на Милю. Победа есть победа! А тут действительно мы... Просто, я не знаю, там... Дюйм, наверное, как раз и был. Даже не Дюйм, там листок бумаги бы не протиснулся. Так, ну что же. В итоге, с преимуществом комфортным. Те же 12 очков мы всё-таки взгорели Элайзика. Одержали победу престижа в Монако. Вот. Сейчас получим призовые бабки. Ну и тачку. Ух ты! Какой кубок со стеклянным шлемом. Так, 20 тысяч. Блин, маловато, маловато. Конечно. За такой чемпионат что-то как-то мало. Так, тачка. Тачка, тачка, тачка. Вон, что-то прокачанное есть. Дайте мне её. Вот жал, жал, ребята, жал! Ага, есть и дали. Но всё равно. Дали, кстати, я её хотел, естественно, выиграть. Но если бы давали по нажатию кнопки крест, вот как мне там в комментариях пишут, то я бы промазал мимо неё. Короче, не работает эта фишка один. Не поэтому мне её сейчас дали. Просто так случай распорядился. Вот. Слушайте, прикольно. Дали вторую, по-моему, за всю нашу карьеру пока что. В Gran Turismo 3 прокачанную машину. Это чё, Vertigo, по-моему? Как она там? Gillette. Gillette Vertigo, да? Race Car. 300 тысяч! Ого! 419 лошадей. Ну, самое главное, это не лошади, а то, что это уже гоночный серьёзный аппарат. Прикольно, прикольно, прикольно. Вот это хорошо. Это просто замечательно. Альфа, Ромео, да? Так, 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 так. Ну что же, хорошо. Вот этим я рад. Я рад, что нам дали машину. Стоило мучиться ради этого. Да, денег давали мало и за гонку, и за чемпионат мало дали, но выигрыш призовой машины такой крутой, он оправдал всё. Вот. Знаете, чё я хочу? Я хочу посмотреть на Lotus с точки зрения тюнинга. Давайте глянем, какой у него, если что, задел есть на будущее. Можно ли будет его дальше? Ох, можно! Ничего себе, 4 стадии турбины у него. И сколько? 857 лошадей! Фу! Это очень хорошо. Вы гляньте, 857 это с помощью турбины, тут ещё, вау, интеркулер канает. Тридцаточка где-то лошадей Да, и тут еще пошаманить В двигателе Короче, у него больше 900 лошадей Скорее всего будет Да, в общем Потенциал у машины есть Главное, чтобы она не стала Неуправляемой бестией При дальнейшей прокачке На мощность Но это уже вопрос другой Там золотую середину всегда можно найти Вот В общем Вывод такой Сприт мне понравился Машина хорошая Единственное, ее надо качнуть еще Сбавить ей веса Купить гоночную подвеску Купить гоночную коробку передач Естественно И все сопутствующие мелочи И машинка вообще Будет хороша Сейчас она единственное плохо Немножко управлялась Из-за вот Какого-то Некого дисбаланса В настройке ее Да В купленных запчастях А точнее В их практическом отсутствии Вот Ну что же Ладно Может быть Может быть Мы его где-нибудь еще Используем Посмотрим Ну что же Реванш удался Стали мы Чемпионами Европы Хорошо Надеюсь вам Данная серия понравилась Данный заезд Вот Обкатали новую тачку Ну что же Давайте тогда прощаться На этом С вами был как всегда Скудер Канал Ни слова Об играх Увидимся В следующих сериях Всем Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok